Добрый день, друзья мои! С вами вновь Антонина и это Таро-прогноз для знаков зодиака Львов на Таро-совет на месяц апрель. Посмотрим, какие карты выпадут у нас для Львов. Месяц апрель для Львов солнце в девятом доме. Туда же присоединяется Меркурий. То есть успех будет сопутствовать в тех делах, где вы творчески заняты. То есть вот эти дела, они обязательно принесут вам успех. Во взаимоотношениях, то есть могут быть для свободных Львов, могут какие-то новые знакомства появиться, но то есть как голову вам скружить все-таки весна, но эти отношения нужно будет перепроверить еще раз. Не настолько гармоничная Венера расположена, как в плане взаимоотношений, поэтому смотрите. Первую карту мы вытащим из колоды Таро-золотых икон. И какая карта выпадет вам, дорогие мои Львы? Так, ну вот видите, как я вам сказала, паж, секретность, бдительность. То есть секретность это паж мечей. То есть здесь получается, что человек, который, если как во взаимоотношениях вы будете его рассматривать, новые знакомства, да, не настолько будет он с мечом, то есть не настолько честный и искренний. То есть у этого человека будет много секретов за спиной, или все-таки мечи у нас слова, или хороший врунишка будет, который будет влезть к вам в доверие, ну, чтобы как-то обольстить вас, да. Если в делах, тоже проверяйте партнеров, которые окажутся рядом с вами. То есть здесь тоже много лести будет, то есть не совсем откровенные, честные люди будут в апреле. Посмотрим дальше. Так как апрель, все-таки у нас все равно планета расположена гармонично для всех знаков зодиака, посмотрим из колоды Таро. Я сегодня приготовила Таро гармония, вот такая вот колода. И вытащим три карты, посмотрим, что они скажут для вас. Шестерка мечей. То есть видите, здесь мечи выходят. То есть как бы много вопросов. Мечи – это слово, документы, дела. Много вопросов, которые вам придется решать. Но это и напряжение какое-то вот, то есть как бы... И здесь вот рядом ангелочка. Это могут напряжение создавать даже дети. Вопросы, которые связаны с детьми, может, будете решать, как ближе покажу. Река – это тоже время, которое потребуется на то, чтобы решить эти вопросы. Напряжение будут вам создавать планеты Меркурий и Сатурн. Вот эти две планеты, они как бы не могут договориться между собой. Здесь со второй карты выходит Королева Жезлов. Это работа ваша. Ну, тоже хочется хорошие сказать, да. А карты выходят такие, что они говорят, внимание, обратите внимание. Если хотите перейти на другую работу, этого делать не надо. Оставайтесь на прежней работе, потому что все-таки Королева Жезлов – это работа. То, что мы хотим делать, нас удовлетворяет. А здесь, как бы, может быть, вы задумываетесь о перемене на другую деятельность, так как больших доходов хочется, да. Но пока не спешите это делать, потому что потом, может быть, более лучший вариант будет. То есть, пока вот через творчество то, что вы умеете делать, проявляйте, и это будет приносить доход. И следующая карта тоже вытащила картам двойка мечей. Это говорит, что надо договариваться без конфликта. То есть, умерьте свои амбиции. Видите, здесь львы, все-таки у нас огненный знак, и они быстро воспламеняются, наверное, когда что-то не получается. Здесь умерьте свои амбиции. Это карта примирения. То есть, где-то или карта, где то, что вам у вас в жизни не получалось и не договаривались. Вы, например, в госучреждениях где-то вот вы ожидали, когда вам что-то одобрят. То это произойдет, потому что карта перевернутая двойка мечей. Это очень хорошая карта в том плане, что у вас что-то получится, то, что не получалось. Примирение, договора, сделки. Это все сейчас в апреле у вас получится, и дела пойдут как лучше, так как именно то, что у вас начнет получаться, то, что вас беспокоило. И какое-то движение начнется в ваших делах, и это говорят картам. Вот как раз она может вот это разочарование, то, что у вас не получалось в делах, может вы ждали одобрения какое-то, то здесь вы это получите. Потому что ожидание закончится, напряжение закончится, и вы что-то уже пойдет в прямое движение с хорошим результатом. Что скажут нам ангелы для львов? Мы сейчас посмотрим, какая карта выпадет для львов. И мы убедимся. Карта звезда. Замечательная карта. Посмотрите, действительно, эти ожидания, то, что вас в марте беспокоило, терзало, оно отойдет в сторону, потому что вот это карта исполнения желания. И посмотрите, здесь ангел изобилия. Там, видите, барашки, это клиенты, одобрения, это сделки. Это то, что прибыль, доход, это можно бесконечно говорить, то, что здесь у вас получается то, о чем вы мечтали, то, о чем вы думали, исполняется, исполнение желаний. С этой красивой нотой я завершаю второй прогноз и вас, львы, поздравляю, что такая, то есть какой-то трудный период в вашей жизни заканчивается. И новые дела, то, о чем вы мечтали, через творчество проявятся и успешно проявятся. Взаимоотношения и новые знакомства просто присматривайтесь. А так, мне эта карта очень понравилась и я рада за вас, дорогие львы. И я вам сердечно желаю, чтобы все ваши желания были достигнуты и исполнились. На этом я прощаюсь с вами. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok